Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы поговорим об очень важной теме для тех, кто не только хочет похудеть и быть в форме, но и вообще хочет следить за своим здоровьем. Это сон. И я расскажу о, казалось бы, простых вещах, но, может быть, кто-то о них не знает, а кто-то знает, но не применяет. Мы поговорим о том, что не следует делать перед сном. Почти каждый третий житель планеты не спит рекомендованные 7 часов. У многих проблемы с засыпанием, или они плохо спят, или страдают другими нарушениями сна, апноэ, синдром беспокойных ног, бессонница. Плохой сон не только сказывается на вашем общем здоровье, но и он влияет на ваше настроение и вашу способность выполнять работу или учиться. Причина, по которой сон имеет решающее значение на ваше здоровье, это то, что во время сна вырабатывается гормон роста, который помогает детям расти и развиваться, а взрослым восстанавливать клетки и ткани. Кроме того, хороший ночной сон помогает иммунной системе защищаться от инфекций. Поэтому, когда вы болеете, вам хочется больше спать. На качество сна вы можете повлиять, создав правильный хороший ритуал перед сном. И сегодня мы поговорим о том, что не нужно делать. Во-первых, нужно отказаться от стимуляторов, таких как табак или кофеин. Исследования показывают, что даже умеренное употребление кофеина может нарушить сон. Если вы чувствуете, что кофеин вас не стимулирует, и ваше состояние никак не меняется, не добавляется бодрости, то, возможно, кофеин на вас не действует как стимулятор. И тогда для вас может быть нормально попить кофе перед сном и спокойно заснуть. Но если кофеин вас бодрит, то последний напиток должен быть где-то за 6 часов до сна. Последний напиток, содержащий кофеин. И есть такие люди, которые очень чувствительны к кофеину. Это вот прям вы ощущаете, как у вас сильно учащается сердцебиение после одного напитка, содержащего кофеин. То тогда вам за 12 часов до сна не стоит его пить. Точно так же и никотин из табака может нарушить ваш сон. Сигареты, сигары, жевательный табак, жидкость для вейпинга. Это может создавать трудности с засыпанием и увеличивает вероятность фрагментированного сна. То есть вы часто просыпаетесь, сон не глубокий, что приводит к дневной сонливости. Кроме того, курение сигарет может также увеличить риск респираторных расстройств, связанных со сном, которые ещё больше могут ухудшить качество сна и увеличить дневную сонливость. Так что, чтобы лучше высыпаться, откажитесь от табачных изделий перед сном. А лучше вообще от них откажитесь. Следующее, от чего стоит отказаться, это высокоинтенсивные какие-то тренировки, упражнения, активность. Вообще регулярные упражнения и тренировки, любая физическая активность очень благотворно влияет на сон. Она улучшает качество сна и влияет на продолжительность сна. Однако время выполнения упражнений очень важным. Старайтесь не заниматься прямо перед сном, потому что интенсивные тренировки менее чем за 3 часа до сна могут вызвать беспокойный сон. Есть у нас индивидуальные различия. Если на вас это никак не влияет, и вы наоборот спите хорошо, то для вас, значит, это нормально. Не интенсивные тренировки не влияют, как показали исследования, то есть растяжка, спокойные какие-то типа йоги, тренировки, дыхание, либо там упражнения на мобильность. Наоборот, могут повлиять хорошо на сон, то есть снизить бессонницу или увеличить качество сна. Следующее, от чего мы отказываемся, это использование электроники. Мобильные телефоны, планшеты, телевизор, ноутбуки и всё то, что мы очень с вами любим поделать перед сном. Часто люди именно вечером проверяют свои социальные сети, читают почту, какие-то сообщения в чатах. Кто-то и поработать любит поздно. Ну и фильмы, сериалы, это вообще стандарт для многих. Но, к сожалению, это всё может саботировать ваш сон, так как большинство электронных устройств излучает синий спектр света, который, как было доказано, негативно влияет на качество сна, подавляет мелатонин, гормон, который отвечает за наш сон, и добавляет нам излишней бодрости, что не даёт нам нормально уснуть, либо качественно глубоко поспать. В идеале, конечно, за час, за два до сна вообще отказаться от любых устройств. Читайте книжку, общайтесь с близкими, делайте какие-то расслабляющие тренировки, которые я перечислила. Но если вам действительно очень сложно отказаться от электронных устройств, то хотя бы следите за тем, чтобы экран был жёлтым. Можно сейчас во всех современных телефонах переключить экран в ночной режим. Мы, если это iPhone, я не знаю, как на других, но примерно там же должно быть. Мы заходим в настройки, потом идём в дисплей и яркость. И здесь вы можете, вот есть ночной режим, вы можете настроить. Например, у меня стоит от рассвета до заката. Он сам автоматически ставит жёлтый свет, когда на улице у нас в городе происходит закат. И точно так же делает утром. Также можно это делать вручную, каждый день. То же самое есть на ноутбуках, на планшетах. Потом, если вы работаете за компьютером, то вы можете ещё одевать очки, которые блокируют синий спектр света. Следующее, от чего стоит отказаться, это алкоголь перед сном. У некоторых людей может успокоить бокал вина или там рюмочка какого угодно алкоголя. Однако исследования показали, что если поначалу алкоголь может действительно успокоить, и вы легче засыпаете, но со временем, в середине ночи, он наоборот подавляет глубокий сон. Также употребление алкоголя связано с более низким уровнем мелатонина, который отвечает за качественный сон и головными болями утром из-за некачественного сна. Следующее, от чего стоит отказаться или даже не совсем отказаться, а просто обратить внимание на то, что некоторые лекарства влияют на качество сна. Например, если вы принимаете какие-то лекарства, которые учащают ваш пульс или кровяное давление, это может негативно повлиять на сон. Если для вас допустимо их принимать в первой половине дня, то лучше это делать в первой половине дня. Это зависит, конечно, от графика приема, но если его можно сдвинуть, то лучше сдвинуть. Есть еще исследования, которые показывают, что противоотечные лекарства, такие как псевдоэфедрин, вызывают проблемы со сном. Это вещество, псевдоэфедрин, содержится в лекарствах от аллергии, например, или от простуды. Поэтому следите за этим, если есть альтернатива, если вы можете выпить это лекарство в первой половине дня, то смещайте его прием. На этом все. Учитывайте, пожалуйста, эти простые пять пунктов. Не играйте с телефоном в постели, не употребляйте стимуляторы, алкоголь, табак, кофеин. Не злоупотребляйте тренировками перед сном. И следите за приемом лекарств. И не злоупотребляйте тренировками перед сном. Такие маленькие изменения помогут вам повысить качество вашего сна и, возможно, повлиять на его продолжительность, благодаря тому, что вы будете быстрее засыпать. Хороший, качественный сон поможет не только улучшить ваше здоровье, но и вы будете чувствовать себя более бодрым, энергичным. Будете лучше соображать на работе, на учебе. Будете более сосредоточенным. Но и также это поможет достичь вам ваших целей в фитнесе. Потому что, если мы не высыпаемся, мы переедаем. Это тоже уже доказано и изучено. И, конечно же, сил на тренировки у нас тоже меньше. Поэтому всем хороших слов. Я еще буду снимать видео на эту тему. Если вам было интересно, пожалуйста, комментируйте, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Также жду вас у себя в Инстаграме. Там больше полезного каждый день. Всем пока!